всем привет сегодня у нас готов обзор на новую версию парафойла эльф свифт или фрирайд версия 2.0 поехали материалы из которых изготовлен парафойл эльф свифт это контендер на сегодняшний день это долговечная нейлоновая ткань из которой сделаны многие версии парафойлов эльф подкупалка парафойла сделано из строп лирос это наверное на сегодняшний день лучшие стропы которые создают минимальный диаметр и с максимальными нагрузками какие же основные особенности новой модели я вот посмотрел и почувствовал по сравнению с предыдущей версией эльфа фрирайд во первых кайт стал намного более стабильным что не хватало первой версии михаил нам рассказал и вы это увидите сейчас дальше видео что изменения пошли по геометрии удлинение соответственно стало немножко меньше за счет этого кайт стал быстрее поворачиваться и более стабильным миша расскажи какие изменения в эльфе свифте у нас произошли значит 2 относительно первого свиста первую очередь стал быстрее поворачивать за счет того что у него уже ушки и шире серединка в принципе всем стоит попробовать и оценить исходя из своих предпочтений сбрасывает тягу он тоже в принципе получше всем рекомендую использовать стропы метров 18 17 но не 25 это точно все так какие у нас особенности еще изменения по материалам по стропам производители стропы также вирус материал сейчас кайты контендера возможно это временно но самое главное что бросается в глаза это новый дизайн и и это наверное отличительное качество особенность потому что эти полосочки стрелочки ты видишь сразу издалека и понимаешь что это перед тобой эльф фрирайд свифт значит 15 размер достаточно хорош стабилен полетел на мой взгляд достаточно в минимальный ветер рекомендованные на сайте производителя длинный строп планки это от 16 до максимально 22 метров мы катались на 17 но я бы поставил 20 чтобы он хорошо крутился хорошо поддерживал но это лично мои субъективные оценки и как бы мое мнение первая версия свифта поразила меня своими летными характеристиками он выпулив в небо когда другие парафойлы уже даже не взлетали а мы на свифте первой версии даже прыгали так что вращался он да наверное не очень быстро так и хотелось и поэтому ты постоянно при нею как сказать правильно не при успешном завершении и правильном так большой размер там переведение кайта в нужный сектор залетал под него и тем самым получал красивую бантик который долго и успешно или не успешно раз путал и на что это тратилось очень много времени так что в новой версии так как удлинение как я уже говорил стало чуть поменьше кайт может быть немного потерял свои тяговые характеристики но это опять же это нужно сравнивать первую и вторую версию но точно он стал стабильнее и стал быстрее крутится да еще пожалуйста подписывайтесь на наш канал будем делать еще больше видео ставьте колокольчик чтобы вас уведомляла заранее какие видео и что-то новое выходят на нашем канале и пожалуйста те кто попробовал свист напишите в комментариях ваше мнение как он вам понравился или нет подискутируем потом дальше и опробуем летом на гидрофойлах на разных водоемах что можно сказать что кайт стал более послушным стал более приспособлен для кайтера выходного дня более широкий охват наверное получит у любителей парафойлов так что те кто захочет выбрать кайт большого размера обязательно попробуйте протестируйте внесите на заметку что именно эльф свифт нужно попробовать перед тем как вынести свое суждение и знать на чем вы хотите кататься и провести следующие зимние ветреные дни в полях на водоемах ахваториях поэтому выбирайте для себя наилучшее качество лучший кайт и вам побольше ветра на нужный вами размер всем спасибо еще раз до новых встреч